Я привык работать уже в такой, можно сказать, малой аудитории, чтобы преподавать лекции для студентов. И такая большая группа студентов, можно сказать, впервые. Но сегодня, я думаю, что мы не сколько будем слушать лекцию, а как раз в порядке той темы, которую мы рассматривали и начали рассматривать вчера. Сегодня мы рассмотрим одну такую часть из раздела Богопознания. И я раздавал вчера студентам такую табличку, в которой схематически показано познание о нашем Боге. Кто наш Бог? И один из этих разделов в богословии его называют Божьи атрибуты, то есть характеристики или свойства, как мы можем понять, кто такой Бог, кто Он для человека и как Он хочет открыться людям. И вчера мы рассматривали также то, что Бог, прежде всего, это уникальная личность, уникальное существо, и Он имеет к людям прямое отношение, потому что Он является Творцом человека. И Бог хочет открыть Себя людям, и Бог хочет, чтобы люди Его познали. Но познание великого, могущественного Бога, Бог открывается людям таким образом, чтобы выстроить отношение с Своим Творением, с человеком, не с позиции всесильного и бессильного, как человек может себя представлять пред Богом. Но Бог хочет, чтобы выстроились отношения, которые связывают Творца с Творением этим великим законом, который Бог употребил в принципе Своего домостроительства в любви. Бог хочет, чтобы эти отношения выстроились именно таким образом. И я вчера обращал внимание, и сегодня хочу с этого начать, как некое чуть-чуть повторение, чтобы нам войти в последующее изучение. Одно место Священного Писания – еще раз акцентировать внимание на этот очень чудесный стих в Священном Писании. Это послание апостола Павла Ефесянам, первая глава, третий и четвертый стих. Апостол Павел сказал так, он как бы благословляет Бога, говорит о Боге. И такими словами, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так, как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот это местописание, оно имеет очень богатое местописание, что Бог здесь и показывает свои принципы, на которых Он может строить отношения с человеком. И здесь сказано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Это Божий принцип. Но дальше Он говорит, что вот эта святость и непорочность не в насилии, не в том, чтобы заставить человека быть таковым, но в любви. И это открывает такой глубокий вопрос понимания, кто наш Бог. Он мог бы явиться, как всемогущий над нашей землей. Иногда Бог проявляет свое явление для того, чтобы люди, некоторые, увидели это явление, а потом могли передать другим, чтобы у других людей родилась вера. Вера, которая по-настоящему делает человека свободным. И Бог вот в таком, в Богопознании, для того, чтобы приблизить человека к себе, Бог как раз и употребил такую возможность человеку познать его через веру. И вера, она оставляет человека всегда свободным. Но в то же время через веру нам открывается Бог во всей своей полноте. Нам открывается Бог во всем божестве, во всей своей власти, во всей своей силе. И даже сегодня мы могли слышать свидетельство сестры, которая встретилась с живым, всемогущим Богом. Она не видела его глазами, но она пережила эту встречу и может с уверенностью сказать, что я знаю Бога, я уверовала в Него, и Он живет в моем сердце. Слава Богу нашему! И вот Бог хочет, чтобы люди, они с Ним соприкоснулись, чтобы люди Его познали. И не только Его познали, но чтобы разделили с Ним общение вечно. Разделили с Ним общение в Царстве Его, которое Бог устрояет. И все это в законах любви. Хвала Богу нашему! И вот в этой табличке, как раз вот в той части, где написано Божьи атрибуты, то есть некие как характеристики Бога, как мы можем его уразуметь в Священном Писании, есть таких несколько разделов. И один из разделов – это Бог, любовь. И в вашем собрании я посмотрел вот такой текст Священного Писания, который здесь написан слева от меня, написано «Бог есть любовь». Скажите, о человеке можно так сказать, что человек есть любовь? Нельзя сказать. А теперь, если задать другой вопрос. А у нас есть любовь? Мы знаем, что такое любовь? Вы знаете, что такое любовь? Мы знаем, что такое любовь. Я вчера приводил один такой пример, и я думаю, что это присуще всем людям. Мы узнаем, что такое любовь не тогда, когда все благополучно с нашими родными, с нашими близкими, с нашими родителями, с нашими детьми, с нашими внуками, но тогда, когда что-то происходит, когда нам приходит весть, когда нам приходит какая-то информация тревожная, мы тогда знаем, что такое любовь. Нас наполняет такое чувство, которое непередаваемое. И человек в тот момент, он может понять, что человек – это существо тоже особое. Человек – это тоже уникальное существо. Человек, он имеет богоподобие, и человек может по-другому посмотреть на себя, если он будет внимательный, что чем же я так отличаюсь, что я так тревожусь, что я так переживаю. Может человек даже сам себя не щадить ради своего ребенка. Человек может бросаться в воду, бросаться в огонь ради того, чтобы помочь своему близкому, что толкает? Любовь. Что заставляет мать, которая трудилась целый день, которая изнемогла и легла в постель отдыхать, и когда плачет ночью ребенок, что заставляет ее вставать в постели маленького ребенка? Любовь. Она так же желает спать, как может быть и другие люди, но ее заставляет встать к ребенку. Она идет к нему, потому что есть это чувство. Но если сравнивать человеческое чувство и человеческую любовь с Божьей любовью, то в Священном Писании, в книге пророка Исаии написано, «Оставит ли мать грудное дитя свое и плод чрева своего, но если и она оставит, то я не оставлю тебя и не покину тебя». Бог показывает, что его любовь, она выше человеческой, потому что на земле иногда бывает, что люди, они, у них побеждает та другая природа, которая не от Бога пришла, а которую человек приобрел через грехопадение. Это греховная природа. И человеческий эгоизм бывает выше любви. Он превозмогает любовь и делает человека черствым, делает человека жестоким, делает человека совершенно в отсутствии любви. Но все-таки, что такое любовь? Всем нам известно и всем нам присуще. Слава Богу нашему! Я помню свое детство. Я воспитывался в христианской семье, но какое-то время я еще не был христианином. И мой папа был строг. И когда мы совершали какую-то провинность, он, бывает, наказывал нас, и мы как-то его относились к нему с каким-то таким почтением и в то же время неким страхом, что за проступок последует наказание. И у меня в подростковом возрасте как бы появилось такое сомнение, а любит ли меня папа? Любит ли меня папа? Потому что я больше понимал, что у него какая-то строгость. И один момент, когда я очень сильно болел, у меня большая была температура, я лежал в постели и вроде бы как уснул. Но в такой полуспящем состоянии отец переносил меня с одной кровати в другую кровать. И вот во время этого переноса, когда он переносил из одной кровати в другую, я уже был не совсем маленький, может быть, лет 10 было, и за время этого переноса он несколько раз погладил меня по голове. И вот это чувство, оно помнится мне до сего времени. Я тогда понял, любит меня папа. Он скрывает эту любовь воспитанием, и в этом есть просто мудрость отцовская, чтобы любовь прикрыть строгостью. Но когда родители на просьбу детей и что-то дети просят, и я помню, просил у папы в детстве своем, папа, дай мне 20 копеек. И он спрашивал, зачем тебе 20 копеек? Мне было, что-то было вложено в сердце, мне было трудно обмануть. Я его брал, эти 20 копеек, на то дело, на которое папу не угодно было. Он не дал бы мне на это. Но я говорил, я хочу себе купить там сладкой воды. И отец давал эти 20 копеек, а я их тратил на кино еще в своем таком подростковом возрасте. Но я этот пример провожу в том, что теперь, когда дети мои что-то просят, я понимаю, как трудно отказывать детям, когда даже ты подозреваешь, что они просят, что-то хотят даже не на добро. И я понимаю, что в этих папиных вопросах зачем тебе, на что тебе, это он просто оттягивал то, что ему трудно не дать, но он хочет оттянуть, чтобы просто быть уверенными, что это будет на добро. Родительская любовь, она вот такая, что дети это хорошо понимают, они подсознательно понимают, что родители их любят. И иногда родительская даже строгость, которая обращается к детям, я тебя накажу. А иногда родители даже говорят, совершенно непослушным детям, я тебя из дома выгоню. Дети знают, что за этими словами ничего не стоит, не выгонит и ничего не сделает, а все будет нормально, потому что они знают, любовь выше. Они это не теоретически знают, они это знают в чувствах. И иногда дети даже спекулируют отцовской любовью, потому что она естественная, ее не надо напрягаться, она просто у нас есть. И мы это знаем. Нам понятно, что такое любовь. А Божья любовь мы сейчас с вами рассмотрим с некоторыми подробностями. В Священном Писании о любви написано очень много. И только в одном из посланий, которое и здесь в тексте, первое послание Иоанна, четвертая глава, это глава, и последующие главы в этом послании говорят о любви. И сказано, любовь Божия к нам открылась в том, что Он послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. И мы, ниже читая, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Слава Богу нашему! И сказано, любовь и Бог, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть, любовь. Это Его такова природа. Это Его внутреннее содержание. С одной стороны, Бог – это всемогущий, Бог – все знающий, Бог – все видящий, Бог – везде обитающий, Бог – вечный. То есть, Он, обладая такой способностью бесконечности, но внутреннее содержание, то, что есть внутри, вот как бы вот эти чувствования, любование, отношение к Своему творению, наш Бог – есть любовь. Слава Богу нашему! И мы сейчас рассмотрим с вами вот это содержание, что же включается вот в это понимание, что наш Бог – есть любовь. Мы просмотрим некоторые места Священного Писания, и первый базовый стих, он здесь у вас в церкви, висит как центр. Почему? Потому что, если бы этого не было, если бы была только сторона Божьей, даже так скажем, если бы была сторона только Божьей святости, то мы бы с вами здесь не были, потому что мы не соответствуем Его святости первоначально, но Божья святость, она переплетается и с Его этим внутренним качеством любви, что Бог из любви к нам Он совершил великое дело, чтобы нас привести к святости, но не просто потребовать это, но обеспечить эту возможность человека, которого Бог бы полностью мог пренебречь, чтобы Он мог бы полностью нас не брать во внимание, потому что всемогущий Бог, Он может сотворить новый мир, Он мог бы сотворить новое творение, но Он любит нас. Слава Ему! И Он совершил великое через Сына Своего, и мы об этом уже читали, что Божья любовь к нам открылась в том, что Он послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Итак, Священное Писание указывает, что Бог есть любовь. Но для того, чтобы лучше понять, что означает Бог есть любовь, есть некие такие характеристики. Один из богословов сделал такое, как бы, определение, что такое любовь. Бог... Посмотрите внимательно на это выражение. Бог бескорыстно стремится обеспечить наше конечное благополучие. Это не просто любовь, как это мы можем сравнивать с нашей человеческой любовью. Мы, если сказать, объектом любви нашей, прежде всего, являются наши кровные близкие. И мы тоже стремимся обеспечить какое-то благополучие для, допустим, для наших детей. Но Божья любовь, она распространяется на то, чтобы обеспечить наше конечное благополучие. Будьте внимательны в этом. Некоторые люди, они хотели бы, чтобы пользоваться любовью Божьей только для сегодняшнего благополучия. И им больше ничего не надо. А Бог хочет, чтобы человеку обеспечить конечное благополучие, потому что человек в Божьих глазах это творение, которое имеет вечную основу, которое есть духовное существо, которое богоподобное, и человек никогда не исчезнет. Человек никогда не может исчезнуть. Он не подвергается и смерть, вот эта временная, земная, в отношении нашей плоти, это не конец. И Бог сотворил таким человека. И потому в своей любви он бескорыстно, ему это не надо. Он не нуждается в этом. Но его к этому толкает любовь, чтобы обеспечить для нас вот это конечное благополучие. Это как некое определение любви в природе Бога. Какова она в направлении к человеку. И человек является как раз вот этим объектом любви, направленной к тому, кто может понять, принять, уразуметь. И как здесь написано в Евангелии в послании Иоанна, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И сказано, и уверовали в нее. Это требуется еще принять верою, что Бог любит человека, что Бог любит нас. Потому что люди первоначально, когда соприкасаются с Богом, они в начале не любовь познают, а познают могущество Бога, который открывается людям, что я перед Ним в своем состоянии, в котором есть, я не могу приблизиться к Нему, я удален от Него по причине нашего несовершенства. И для того, чтобы к Богу приблизиться, для того, чтобы к Богу прийти, нужно уразуметь Его любовь. И нужно воспользоваться всем тем, что Бог дал для человека, чтобы люди могли воспользоваться Его любовью. И дальше мы рассмотрим некоторые моменты. Еще Бог заботится о нашем благополучии ради нас самих, а не ради того, что Он может получить от нас. Это, опять же, характеристика Божьей любви. Она выше человеческой. Человек даже в своей любви человеческой иногда и себя туда включает, потому что ему хорошо в этом. Но Бог, Он заботится о нашем благополучии только ради нас, чтобы нам было благо. А что Он получает от этого? Он получает радость общения с множеством себе подобных существ, которых Он сотворил. Это радует Бога, если люди любовь Его познают и с Ним соединятся, уверовав в эту любовь и продолжая вот эти отношения с Богом на земле в любви, а потом они переносятся и вечно в Его царстве тоже в любви. Любовь, которая никогда не перестает. И в этом есть благословение. Слава Богу нашему! Это как определение, которое мы с вами рассмотрели, а теперь мы посмотрим составляющие Божьей любви. Вы сразу в табличке там могли это видеть, но я не могу одновременно показать и табличку, и дальнейшие тексты. Есть составляющие Божьей любви. И первое, в чем мы можем видеть любовь Бога, это в Его заботе о Своем творении. Можете это отметить, что Бог проявляет Свою любовь, ее можно видеть, она очевидная для всех людей, это Его забота о Своем творении. И вот стих Писания написано, благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Это местописание указывает на то, что у Бога есть благость, то есть доброта Божья в отношении ко всем живущим на земле. Скажите, когда и мы люди на земле, первое, чем мы можем как бы выразить или материализировать нашу любовь? Это очень часто, мы иногда даже говорим нашим детям, как ты не понимаешь, я тебя кормлю, я тебя одеваю, я тебе спать кладу, я тебя учу, я тебе все даю, это что я даю, я обязан, что заставляет это делать? Любовь. И она есть и в нашем измерении то же самое, но если это все забрать и сказать, я просто люблю тебя, но ребенок пойдет голый, ребенок пойдет голодный, ребенок будет открывать холодильник или открывать кастрюлю, она всегда пустая, и если мать будет говорить, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, нет измерения, нету видимых признаков любви, и Бог прежде всего в своей любви к творению он позаботился о своем творении, и об этом можно многом из священного писания привести, и даже то, которое сказано Иисусом Христом на горной проповеди, что Бог наш, он любовь простирает не только к тем, кто ему покорен, но он посылает и дождь написано и на злых и на добрых, и он посылает и солнце светит и для злых и для добрых, и воздухом мы дышим все одинаково, мы пользуемся всеми благами, Господь велико позаботился о своем творении, слава Богу нашему, и посмотрите, сколько людей на земле сейчас, приблизительно 7 миллиардов, если бы может быть 300 лет назад люди знали, что будет 7 миллиардов жизней людей на земле, тогда, когда 300 лет назад может быть и 1 миллиарда не было, то люди бы сказали это невозможно, люди не выживут, не хватит земли, не хватит лесов, не хватит ничего, не хватит продуктов питания, не хватит, чтобы обогреть людей, но смотрите, 7 миллиардов, и все имеют возможность жить, слава Богу нашему, это Божья забота, это Бог заложил заранее и в недра земли все, что необходимо, Он заложил все то, что питает нас, греет нас, и дает нам одежду, и дает нам кровь над головой, и более даже того, мы имеем не просто жилища, а можно сказать, если сравнение взять, как люди жили 300 или 500 лет назад, мы живем в дворцах, мы живем в хоромах, мы живем в великом благополучии, это все Божья забота о людях, слава Богу нашему, и через это только человек уже может уразуметь Божью любовь, и благодарный человек, разумный человек, он может уже через это сказать, Господи, благодарю Тебя, что мы пользуемся на земле таким великим благом, Ты совершенно позаботился о нас, слава Богу нашему, и в этом есть проявление Божьей любви к человеку. Но скажите, вот это отношение к физической жизни на земле, Господь дает свои блага, но у человека разные отношения, и Бог в своей любви имеет отношение к людям, и в отношении их неудач, и в отношении их нехорошего поведения, и в отношении человеческих проступков, и в отношении человеческих дел. И дела человеческие не всегда хорошие, они не всегда угодны Богу, и Бог в той возможности, которую Он имеет, Он мог бы сразу среагировать, Он мог бы сразу показать, что то, что ты делаешь, мне не угодно, и Он мог бы человека после каждого поступка уже остановить своим действием и своим судом, но Бог в своей любви обладает еще одним качеством, очень великим качеством, это Его терпение, это Божье отношение к нашим неудачам, и Бог имеет это качество, слава Ему, и если бы этого не было, представьте себе, мы с вами живы были бы сегодня или нет? даже не тогда, когда мы были грешниками, а даже сейчас, когда мы уже христиане, если бы не было Божьего терпения, я думаю, что мы бы не сидели в этом зале, но Господь долготерпелив к нам, слава Ему, и это Его любовь. В каком-то измерении она есть и у нас, если бы не были мы терпеливы к нашим детям, да, то у нас бы все время в руках была бы палка, но иногда мы просто говорим не делай того, не делай того, иногда мы говорим я накажу тебя, но мы этого не делаем. Почему? Потому что у нас тоже есть терпение, мы думаем, ну может быть изменится что-то, мы даем время, мы надежду имеем, но наше терпение, оно очень слабенькое бывает, очень часто человек говорит, я этого уже выдержать не мог, есть предел моему терпению, мы часто говорим, это выше моего терпения, и мы этими выражениями даже себя оправдываем, что такого никто бы не потерпел, и в том числе и я этого тоже не терплю, и люди иногда даже в отношении к Богу имеют такое, как это Бог терпит, а некоторые даже говорят, если бы Он был, то Он бы этого не стерпел, но наш Бог, Его любовь очень великая, и в этом выражении она проявляется к людям не просто даже в терпении, а в долготерпении, слава Богу нашему, и Он долготерпелив к нашим неудачам, и долготерпелив, и даже бывает до тех пор, пока человек уже даже в крайней ситуации, но Бог ожидает от человека, чтобы проявились у него самые лучшие качества, и если даже у человека нет ничего доброго, то Бог ожидает от человека, чтобы он хотя бы сказал, может быть даже на смертном одре, но сказал, Господь, а теперь я уже ничего не имею, и смерть в глаза мои смотрит, но ты меня прости, этого ожидает Бог в своем долготерпении, и в послании апостола Петра есть такое выражение, которое говорится о том, что некоторые знают, что Господь, Он придет со своим судом, Он придет со своим могуществом судить эту землю, некоторые говорят, что медлит Господь, а апостол Петр на это отвечает таким образом, 2 Петра 3 глава, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Слава Богу нашему, что мы имеем такого Бога, долготерпеливого Бога, но здесь есть но. Божье терпение не до конца. Божье терпение не до конца. Бог велик в своей любви, но человек, который пренебрегает этим Божьим долготерпением, он рискует. Почему? Потому что каждый день, добавленный Богом для нас, это Божье ожидание, чтобы человек понял его любовь, уверовал в его любовь, возблагодарил Бога за его долготерпение и пришел к покаянию. для того, чтобы исправить пути свои, чтобы исправить дела свои, чтобы соединиться с Богом в законах любви. И это благословение Бог для человека обеспечил в великой своей любви. Слава Богу нашему! И когда-то Моисей, он понял Бога, понял сущность его, и когда Бог уже в этом таком отступничестве его народа, когда они в жестоковоинности сердца своего отступали от него и грешили перед ним, и когда Бог говорил Моисею, отойди, и я истреблю этот народ, а от тебя произведу другой народ, то Моисей пользовался вот этим пониманием Бога, и он молился и говорил, Господи, Ты сказал, что Ты Бог человеколюбивый и что Ты Бог долготерпеливый. Помилуй этот народ! И Бог не отошел от этого своего чувства, и он являл милости и свое прощение. Слава Богу нашему! Но нужно знать, что у Бога, кроме того, что он долготерпит, у него еще есть и другая сторона его природы. Он Бог святой, и он таковым останется всегда. И он Бог справедливый, и он имеет чувствование, и когда человек не реагирует на его долготерпение, придет время, когда Божье терпение, оно может быть окончено, и Бог может совершить и гнев свой, и иногда это совершается. А для некоторых людей этот гнев и не совершается на земле, но он совершится на этом праведном суде, когда Бог всех людей представит перед собою, и когда совершится и великое дело Божьего правосудия. А сегодня мы с вами пользуемся его любовью в великом долготерпении. Слава Богу нашему! И вот это местописание, как бы базовое, исход 34, 6, там как раз и говорится о том, что таков наш Бог, он долготерпеливый, но этот же текст имеет и свое продолжение, но не оставляющий без наказания и судящий и наказывающий за преступления и у Бога ничего не пропадает, но мы сегодня этой любовью и долготерпением пользуемся. Слава Богу нашему! Следующее, третье, составляющее Божьей любви, это его отношение к человеческим страданиям, когда человек страждет у Бога к человеку милость. Это тоже составляющая его любви. Мы посмотрим только некоторые тексты Священного Писания, может даже один текст, где сказано «Ты, Господи, много милостивый». 85-й псалом – это такой молитвенный псалом, мы его часто читаем в таких молитвенных собраниях, где Давид, молясь пред Богом, он называл его таким именем, можно сказать, или так обращался к Богу, говоря «Ты, Господи, много милостивый». Это молитва Давида. «Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день и вот в 15-м стихе «Но Ты, Господи Боже, щедрый, благосердый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Видите, здесь все даже составляющее в этом стихе написанное «щедрый, благосердый, долготерпеливый и многомилостивый». Слава Богу нашему! Наш Господь, Он проявляет свое милосердие к живущим на земле и Иисус, как Бог во плоти, воплощенный, пришел к людям на землю, это на земле Бог, но став как человек, по виду став как человек, и Он свою милость проявлял к людям и заботился о страждущих. и написано, что Он давал в каждой нужде, у Него было сочувствие, у Него было милосердие. И если мы возьмем в Новом Завете, то мы можем очень много прочитать, где Иисус, сказано, жалился. И Иисус в некоторых случаях даже прослезился и в некоторых случаях говорил, «Жаль мне народа». Даже в их физических нуждах Он проявлял милость. Это Его отношение к человеку, который имеет нужду. И у Бога в этом есть сострадание. Слава Богу нашему! Мы можем много мест Писания прочитать, где об этом указывается, что Божья милость к человеку это Его присуще Божьей природе, что человек, который нуждается, Божья милость к нему приходит. И Божья милость в двух направлениях. И с одной стороны, милость как Божье, проявление Божьей любви в человеческих недостатках и грехах, милость как прощающее и милость как утешение страждущих. И мы давайте можем открыть несколько мест Священного Писания Матфея. Откройте 9 глава 36 стих написано об этом. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И тогда говорит ученикам, жатвы много, а делателей мало. Видя толпы народа, Иисус написано «жалился». Это чувство милости, милосердия к своему творению, к человеку, который мог быть в совершенном благополучии, но человек отвергнул Бога, он попадает в разные ситуации страданий, но у Бога есть милость. Это дает нам основание для того, чтобы мы могли смело молиться, зная, что у Бога есть милость. И на основании этого мы строим наши молитвы, и мы обращаемся со смелостью к Богу. Если у нас есть страдания, надо быть уверенными, что Бог это понимает, что Бог это все знает, а Иисус это все перенес, Он это все на себе испытал, и Он знает, как страждущим помочь. И так есть написано, что Он был искушен во всем, Он пережил на земле, Он знает, что такое боли, Он знает, что такое страдания людские, Он знает, что такое борьба, в которой человек находится на земле, и Он может всем искушаемым помочь. И мы обращаемся к Нему на этом основании, имея такое дерзновение, зная, что у Бога нашего есть милость. Слава Богу! Еще одно место можем прочитать, это 20-я глава, там же Евангелие Матфея, 34-й стих написано, «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним». Здесь прямое действие Божье, прямое действие Сына Божьего в том, что Он умилосердился, Он проявил милость к страждущему человеку, который имел эту нужду. Если мы возьмем еще послание или Евангелие от Луки, 7-я глава, 13-й стих, там тоже написано, «Увидел ее, Господь жалился над ней и сказал ей, не плачь, и, подойдя, прикоснулся к Одру, ниши остановились, и Он сказал, юноша, тебе говорю, стань». И мертвый поднявший сел и стал говорить, и отдал Иисус его, матери его. Это тоже то, что наш Господь имеет это милосердие. Слава Богу нашему. Его милость как чувство, как сожаление, как жалость, и это совершенно неунизительно. Иногда люди в своей гордости говорят, что не надо мне ваша жалость. Человек хочет быть независимым совершенно, но это чувство присуще и человеку. Это чувство, может быть, не в той полноте, как это у Бога, но и у нас, если мы видим плачущего, то у нас есть жалость, нам хочется помочь, нам хочется подойти. И даже бывает, что мать ребенка своего ведет за руку и ребенок плачет, иногда кажется, какая мама нехорошая, вроде бы как забрал бы этого ребенка и утешил его. И у нас есть это чувство, но оно не может срабатывать так, как это у Бога, а он не просто имеет сожаление, но он могущественный Бог, он может помочь, и он помогает, слава Богу нашему. И вот даже в том свидетельстве мне очень ярко, как сестра сказала, что сестры говорили, как плохо, мы же молились, мы же просили, то не должно быть плохо, потому что имели уверенность, что молились милосердному Богу, молились милостивому Богу, у которого милость и у которого ответ на нужду человека. И Господь отвечает, слава Богу нашему, и Господь никогда не опаздывает, у него любовь в проявлении милости к живущим на земле. И мы с вами этим пользуемся. И это не заслужено. Это не потому, что Бог обращает свои взоры к лучшим, но Он имеет сожаление ко всем людям. И то, что и написано, что Бог и ожидает, чтобы все люди к Нему обратились, чтобы все люди к Нему пришли, это все милость Бога к нам. И этой милостью наш Бог богат. Слава Ему! И еще одна составляющая Божьей любви, об этом можно более расширенно говорить, но я думаю, достаточно, чтобы мы обозначили просто важный момент. Еще одно действие, это Божье отношение к человеческим проступкам и Божье опережающее действие, чтобы человеку дать вот это незаслуженное даяние, благодать. Это тоже составляющая Божьей любви, ибо благ и милосерд Господь Бог наш. В Священном Писании иногда переплетаются эти понятия милость и благодать. Иногда даже эти слова, если углубиться в эти тексты Священного Писания, иногда даже переплетаются. В греческом языке два слова, обозначающие милость и благодать. Милость, это слово такое звучит елеос, а благодать харис. И вот то, что мы говорим харис и даже называем вот эти дары Духа Святого, это Божия харизма, действия Духа Святого. И от этого даже произошло такое наименование таких крыла, такого, можно сказать, писятнического крыла, который называют харизматики. Это все от этого слова харис, означающим по-гречески благодать. То эти слова, они иногда переплетаются. Одно имеет значение благодати, другое имеет значение милости. И в одном случае это как сожаление, как Бог жалился в своих чувствах к людям, а с другой стороны, как его дар незаслуженный, который он людям послал не тогда, когда люди даже просили, а Бог это сделал еще тогда, когда мы были грешниками. Как и написано, что Бог возлюбил нас тогда, когда мы еще были в грехах наших, когда еще мы были не знали его, а его дар благодати уже был в действии через возлюбленного Сына Своего, а нашего Спасителя Иисуса Христа. И Божья благодать, она проявляется к нам как незаслуженный дар. И мы можем открыть такое местописание, это тоже послание эфесянам, где как бы совмещаются эти два вопроса милости и благодати. И читаем и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, это показано кому направляется благодать, к тем, которые не заслужили, которые даже в Божьих глазах они мертвы по причине грехов, и в которых вот грехах, в которых некогда жили, по обычаю мира сего, по воле княза, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. И дальше написано Бог богатый милостью, по своей великой любви, видите, соединяется все, любовь это и составляющая любви, милость Божья, Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил, и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ними, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Благодать дается незаслуженно и дается тем, которым Бог открывает свой шанс, открывает возможность, чтобы люди могли приблизиться к Нему, чтобы люди могли получить милость, чтобы люди могли получить прощение грехов и сказано «Он богатый милостью, который возлюбил нас и нас мертвых оживотворил со Христом благодатью вы спасены». Благодать как дар спасения и мы живы этой великой Божьей любовью. Слава Богу нашему! Это составляющая Божьей любви. Можно взять еще некоторые места Писания, где об этом указано. Апостол Павел Римлянам очень много развивает эту тему. Возьмем только вот 4 глава 16 стих написано «Итак, по вере, чтобы было по милости, чтобы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомкам Авраама, который есть Отец всем нам. По вере, чтобы было по милости». Здесь милость, она в смысле вот этого дара незаслуженного, что мы верою можем принять этот дар прощения, что это не по нашим каким-то заслугам, но это все по милости Бога, по Его дару благодати, которая явилась и открыла людям эту возможность, чтобы люди могли познать Бога, соединиться с Ним, чтобы люди могли быть чистыми, чтобы люди могли быть святыми, чтобы люди могли быть непорочными через дар Его благодати. И мы с вами этим даром благодати воспользовались. Слава Богу нашему! И вот это благословение, которое Бог открыл для нас, это то, что есть величие Божьей любви. А теперь мы посмотрим в таком как бы заключении этой темы вот это местописание, которое мы открывали в начале, Исход 3, 34, 6, 7. Божья любовь и Божья святость. Мы потом еще рассмотрим тоже может быть в таком беглом порядке и вопрос Божьей святости. Но здесь вот как раз вот в этой вот можно сказать как бы табличке показано вот это сочетание Божьей любви и Божьей святости. Это то, что к нам направлено, есть еще одно такое выражение о Боге, это Божья благость. Словом благость определяется Божья доброта. Люди тоже обладают какими-то этими качествами, чтобы нам было понятно, что это такое. Но человеческая доброта, она имеет такое малое измерение. Человеку, чтобы быть добрым, иногда требуется какое-то усилие над собой или же требуется какое-то особое переживание, особый момент. А Бог, Он не силится быть добрым, Он благ сам по себе. У Него это присуще Его природе. Он таков сам по себе. Он благой Бог. И помните, когда к Иисусу обратились ученики и сказали благий, благий, а Он сказал, что называете вы Меня благим? Никто не благ, как только Бог. Вот здесь Иисус, будучи человеком на земле, Он как бы отбросил от себя то, что Его назвали таким, как бы проявил в этом скромность, показал, что это присуще Богу, хотя Он тоже Бог, но как бы Он проявил такую, как человек на земле, сказал, не называйте Меня так, потому что только Бог благ. Это говорит о том, что это особое качество, внутреннее составляющее Божьей сущности, Божьей природы, что Он добр сам по себе, и мы с вами пользуемся этой Божьей добротой, и Бог ее проявляет к людям. Но в этом вот месте Писания, Исход 34, 6, 7, там как раз показано сочетание любви и святости. И заметьте, читаем этот текст, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех. Это Его любовь, слава Богу. И мы этим пользуемся. И сказано, что Божьей любви, вот этого долготерпения, многомилостивости Его, то, что Он сохраняет милость, она до тысячи родов, то есть нет предела Божьей милости. И если люди этим воспользовались, это до конца, это до пределов, это навсегда, это навеки, как бы тысяча родов, это невозможно посчитать, сколько, это до пределов, то есть нет конца Божьей милости. Но если мы прочитаем дальше этот текст, но, но, и дальше вступает действие и сторона Божьей святости. Бог любовь, но Бог и святость, но не оставляющий без наказания и наказывающий вину отцов в детях детей до третьего и четвертого рода. Здесь, видите, не сказано до тысячи родов, а здесь сказано до четвертого рода. Это говорится о том, что у Бога и святость это уникальное сочетание, это даже трудно вообразить, и многие люди, они только хотят вот эту сторону принимать, что Бог есть любовь, и иногда спекулируют этим, как и бывает на земле, я уже говорил об этом, что дети спекулируют любовью родителей, и они пользуются благом, который дают родители, и иногда даже очень тяжело переходят на свой хлеб. Они засиживаются в родительском гнездочке, потому что там им хорошо. А Божья любовь, она великая к человеку, и многие люди, видя, что Бог не спешит наказывать, они вот это Божье долготерпение, они провоцируют как бы Бога, а может быть еще пройдет день, и ничего не совершается, и никаких Божьих судов нету, и мы иногда даже нашим детям непослушным говорим, что если Бог отступит от тебя, то Бог будет судиться с тобой, а иногда дети улыбаются и сами себе думают, я здоров, я крепкий, ничего со мной не случится. А когда бывает лежит на постели, у меня был сын, который несколько раз ломал ногу, и когда он лежал в больнице, и нога привязана к койке, значит, тогда ему можно много что сказать, он не убежит, и можно сказать, ну что, сынок, надо думать, и спрашиваю, вообще есть у тебя время думать? Ого, сколько времени думать, особенно ночью, когда никого нет, и когда боль бывает, и сна нету. Многом нужно думать, но это тоже Божье долготерпение, что Бог, если даже и вносит элементы наказания, то дает шанс людям, чтобы люди могли и в такой ситуации, но увидеть в этом, что Бог милостивый, и Бог хочет, чтобы мы познали Его любовь, уверовали в Его любовь, воспользовались Его любовью, и выстроили отношения с Богом, чтобы пользоваться Его любовью, что Он Бог милосердный, что Он Бог долготерпеливый, Он Бог милующий, Он Бог, вот по этому тексту, который я просто возвращу назад, еще раз его читаем, не хочет возвращаться, вот, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину и преступления и грех. Скажите, кто этим не воспользовался из нас? Все мы этим воспользовали, слава Богу нашему. Мы живем этим, но если даже и сейчас, иногда мы совершаем какие-то проступки, но если мы не грешники в познании, не грешники в сердце, но мы совершаем какие-то проступки, и мы идем к милосердному Богу, мы идем к долготерпеливому Богу, но мы идем в покаяние и говорим, Господь, прости, согрешил я, неразумное сделал, в опрометчивости своей сказал слово, в опрометчивости своей я совершил какой-то может быть гнев выразил, обидел кого-то, Боже прости, Боже прости, и Господь прощающий вину и преступление и грех, и Он это делает над нами, слава Ему. Но нужно и помнить о том, что Бог наш, Он и святой, и у Бога есть и отношение к тому, который совершает преступление, совершает грех. И в этом мы можем знать, что у Него есть и ответ на человеческие преступления, что Бог не оставит без наказания, не оставит Господь без возмездия того, если человек спекулирует Его любовью, спекулирует Его долготерпением. И подвергает опасности себя. А наш Бог, Он в любви своей велик. Слава Ему! Вот это я вам рассказал о том, что есть Божья любовь. И если ответить, что такое любовь, мы очень часто возвращаемся к тексту, которым написано в 13 главе Коринфянам. Но там указывается не о Божьей любви Его природы, а указывается любовь, которую мы на земле, Бог ожидает от нас, чтобы у нас проявились вот эти качества, что есть составляющие любви. А Бог в любви своей, как природа, как Он, как Личность, как существо, вот в этих проявлениях. Это можно каким-то образом еще расширить, какие-то добавлять, выделять из этого аспекты, но в этих направлениях мы этой Божьей любовью пользуемся. И мы ею живы, слава Богу. И наша земля, она сохраняется любовью. И человеческий род, он существует только потому, что есть любовь. И даже если есть много жестокости, то жестокость преодолевается любовью других людей, если совершаются на земле, бывают какие-то войны, конфликты, то там сразу же соседствует и милосердие, и любовь. Потому что если это отбросить, человечество давно бы уже не существовало. В любых конфликтах, как только война, там появляются обездоленные, появляются раненые, появляются убитые, и там же идет даже человеческие организации, Красный Крест, который посылает своих добровольцев, которые едут туда, перевязывают раненых, которые кормят ложечки больных, и все то, что люди на земле устраивают. Некоторые не хотели бы этого делать, но даже и государство забирает часть наших доходов, которых мы не хотим бывает отдать, но оно направляется туда, где нужда, направляется туда, где есть дома милосердия, где есть дома престарелых, где есть сиротские дома и так дальше. Это тоже проявление любви, и этот мир живет любовью, и если забрать любовь, то давно бы пришла погибель, а Божья любовь к людям, она еще и измеряется тем, что Он хочет, еще раз возвращаемся к первому тезису, что Бог бескорыстно желает обеспечить людям конечное благополучие, и нам нужно это помнить, и когда мы молимся за наших близких, то надо помнить, что мы иногда просим благополучия на сегодня, а надо просить благополучия конечного, Господи, вот это важно, чтобы Он спасен был, сын мой, чтобы дочь моя спасена была, а то, что она будет сегодня здорова, будет крепка, это еще не полнота той любви, потому что Божья любовь и тогда проявляется, когда с нашими детьми что-то случается, а мы за них молимся, и Бог немножечко касается, чтобы о себе напомнить, но Бог хочет, чтобы люди поняли вот этот закон, что Бог хочет дать конечное благополучие, ибо что пользы, чтобы быть крепким, здоровым, чтобы быть красивым, сильным, но грешником, идущим в ад. В этом нет ничего, в этом пустота, а Бог нам открывает величие своей любви, чтобы дать нам жизнь, чтобы дать нам надежду, дать нам будущность, дать нам вечную жизнь, и это Он обеспечил в величии своей любви, слава Богу нашему. Аминь. Может быть, мы споем псалом и перейдем на следующий раздел, немножко еще. Мы с вами студенты все, и мы проходим такой курс богословия и рассматриваем Божью природу, рассматриваем, кто такой Бог. И мы говорили это взаимосвязи с тем, что наш Бог, Он Личность, и Он обладающий высшим разумом. И, конечно же, наш Бог, Он имел и замысел. И мы с вами находимся внутри этого Божьего замысла. Господь нас включил в свою святую волю и устрояет вот то будущее, которое определяется в Священном Писании будущее Вселенной. И вот в этой будущей Вселенной Бог приготовил особое место для человека. И это особое место для человека, оно имеет соединение с Сыном Божьим Иисусом Христом, который будет иметь на небесах общение с теми, которые унаследуют это благословение, которые примут Его любовь, которые примут Его дары, которые будут украшены Его дарами и получат это подобие, подобие, как и сказано о том, что Иисус Христос на Голгофе, Он умер для того, чтобы мы были живы. Подобно, как Адам когда-то, когда Бог сотворил первого человека, и написано, что не нашлось ему помощника, чтобы он соответствовал ему. И тогда человек навел, Бог навел на человека, сказано, крепкий сон, и взял одно из ребер его и сотворил другого человека, соответственного ему. И Адам имел общение и разделял это общение. Земля наполнилась человеческим родом. Но это был великий прообраз, что мы с вами имеем еще одно соединение подобное. И Иисус Христос, когда висел на Голгофском кресте, его Бог был пронзен копьем и истекла кровь и вода, и мы с вами омылись этой кровью, и мы есть плоть от плоти его, мы есть кости от кости его, и мы соединены с ним, мы составляем одно тело, а он есть глава тела церкви, слава Богу нашему. И Бог получил через жертву Иисуса Христа, он предоставляет сыну невесту, которая уникальна, это не один человек, а это великое множество, но вот это великое множество сядут на престоле рядом с сыном Божьим, царем царей, слава Богу нашему. И тогда вот это царственное священство, как мы себя называем, Священное Писание говорит об этом, что мы царственное священство, почему? Потому что мы родились от царя Христа и родились от царя, от Христа первосвященника, и мы являемся наследниками его царства, и Бог этот престол своей славы отдал сыну, и рядом с ним там будет его невеста церковь. Хвала Богу нашему. И это никто другой, как мы с вами. И эту надежду Господь вложил в наше сердце. Слава Богу нашему. И сейчас мы рассмотрим еще одну сторону вот этих составляющих. Если вот у тех, кто вчера был, у вас есть такая табличка, на которой вот эти разделы. Мы рассмотрели Божью любовь, составляющие Божью такую характеристику его природы. Есть еще одно направление, это Божье величие. И в этом направлении рассматривается, что Бог обладает такими качествами или свойствами, или как в богословии называется его атрибуты, то есть то, что присуще ему, только ему, что наш Бог, он жизнь, он живой, но не просто живой, как и мы живые, но он жизнь дающий, в нем вся жизнь сокрыта, и он жизнедавец для всего, и он есть Бог, который имеет личностную такую характеристику, что это не просто какая-то сила, не просто энергия, это не какая-то субстанция, а Бог наш личность, личность, а личность, это значит, мы можем к нему обращаться как личности, и мы так обращаемся, говорим Господь, Бог, мы говорим даже в таком очень простом выражении, Ты, Господи, услышь меня, Ты, Господи, знаешь меня, Ты, Господи, видишь меня, мы обращаемся к нему как личности, И Он – личность, но Он – Дух. Он не имеет образа, как мы по плоти. Он – Дух, это Его природа. И это не ограничивает Его в пребывании везде. Он везде обитающий, Он везде присутствующий, потому что Он – Дух. Но это не просто, как вот сказать, воздух. А Он – Дух, это Его такова природа. А Он – личность, личность. И Бог показал Себя людям на земле, когда явился воплощенный Сын Божий. И сказано, что Сын – Он есть образ Бога невидимого. И Он пришел, чтобы людям открыть, и чтобы люди могли через Христа Иисуса и познать Отца. И уверовать, что Бог наш – это личность. И мы с вами обращаемся молитвенно к Богу. Но мы имеем право сейчас обращаться через посредника во имя Иисуса Христа, Спасителя, первосвященника, который обеспечил нам эту возможность жить, эту возможность спасения, эту возможность быть наследием Его, чтобы нам на небесах быть вечно с Ним. И вот этот третий раздел мы сейчас рассмотрим в кратком выражении, что такое Бог Святой, Божья Святость, в чем она состоит, в чем ее составляющая, как ее понять, Божью Святость. Значит, есть такие несколько выражений, которые употребляются в Ветхом и в Новом Завете, слова, из которых переводится слово «святой», «святость», «святой». В еврейское выражение «кадейш» и греческое выражение «хагиасмос», «хагиасмос» греческое. И это употребляется в Библии много раз, 52 раза в Библии Бог сказано «Бог святой». И только в книге пророка Исаии, имея такая особенность этой книги, там 30 раз употребляется это выражение «Бог святой». 52 раза «Бог святой» вообще в Библии и 30 раз в книге пророка Исаии. Видите, какая удивительная книга пророка Исаии. Исаия был особенным пророком, он очень близко был в отношениях с Богом. И он понял вот эту сущность Божью в его святости. Он, если взять только шестую главу книги пророка Исаии, давайте мы возьмем как базу для того, чтобы нам рассмотреть Божью святость. Шестая глава книги пророка Исаии. Читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоре высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». «И поколебались вверхи врат от гласа воскричающих, и дом наполнился курениями». Слава Богу нашим! Это где видел Исаия? Он находился в доме Господнем. Он видел это видение, Божие присутствие. И когда приходит брожье присутствие, то все наполняется. И сказано, и дом наполнился курениями. Это было присутствие славы Божьей. И Исаия, когда видел это видение, то в него была своя реакция сразу на Божью святость. И что Исаия сказал? «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Это сразу же была и реакция человека, который соприкоснулся с Божьей святостью. И вот это «свят, свят, свят», троекратное «свят, свят, свят» это относится к особенной сущности Бога, к особенной Его природе, что Он святой. И в этом есть свое измерение. Словом «кадейш» и «хагиасмос» оно имеет еще такое прямое значение, переносное и прямое значение. Прямое значение означает отделенность, отделенность. И словом «святой», то есть отделенность, от чего-то отделен, то есть не похож на что-то, не связан с чем-то, отделенный. И вот это выражение открывает для нам понимание, что означает Божья святость. И мы сейчас некоторые моменты рассмотрим. Вот это слово «отделенность» вы просто возьмите себе во внимание. И во многих текстах Священного Писания можно как бы вставлять это слово, вставлять это слово для того, чтобы этот текст ожил, прояснился. Когда мы говорим «святой Бог», то он, значит, не похож ни на кого другого. И он в том отношении, он отделенный, отделенный. Но здесь прослеживаются таких два направления. Значит, если взять «отделен», Бог показал свою святость, уникальность, и Он предусмотрел, что люди могут соприкасаться с Ним, но только на Его условиях. Потому что человек не может приблизиться к Богу. И только Бог может создать человеку возможность, чтобы человек хотя бы немножечко приблизился к Нему. И таким уникальным является Божий план, Божий замысел, Божий проект. И место, где Бог определил когда-то для своего народа, как место поклонения, жертвоприношение, которое Бог предусмотрел для своего народа, это была все та возможность, соблюдая эти Божьи постановления, чтобы люди могли соприкоснуться и как бы быть в этом присутствии Божьем. Но Бог отделял себя для того, чтобы не поразить народ свой. Он был отделен. И даже вот это место, которое мы называем Скиния, Писание называет Скиния, который был построил, построил Моисей, это было место, где Бог себя отделил. Почему? Не по причине, что Бог не желал общения с людьми, но люди не могли выдержать Его присутствие и сияния Его славы. И потому Бог скрыл себя вот этой Скинии. И этим показывает, что Бог святой, Он отделен от материального, Он отделен от того, чтобы люди могли, как бы запросто, Бог не человек. У Него есть особая характеристика Его святости. И еще несколько моментов, где показывает, вот одежды первосвященнические, воскурение Фимиама, это все было Богом предусмотренная возможность общения с Ним, но в то же время Он был для человека как бы недоступный, Он был отделенный. И священство это все указывает на то, что Бог наш это особая уникальная личность. И к Нему нет запросто. Это не просто, что как я хочу, а Бог имеет, человек имеет возможность соприкоснуться с Богом только на условиях, как Он хочет, как Он установил, потому что Он святой. И посмотрите на эту реакцию Исаии. Горе мне, погиб я. Если взять и пророка Еремию, то же самое, когда Бог обратился к нему и сказал, Еремия, я посылаю тебя, то Еремия прежде всего почувствовал вот это Божье присутствие, соприкоснулся с Богом и сразу сказал, Господи, я не могу, я молод, я человек, я не смогу. А Бог сказал, я укреплю тебя, и ты пойдешь. И здесь к Исаии, Господь сказал, вот теперь то, что у тебя нечисто, и клещами ангел Божий взял уголь от жертвенника и прикоснулся к устам его и сказал, а теперь очищен ты, очищена от этой жертвы. И в руке у него горящий угол, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И с того времени пророк Исаия стал этим вестником Господа, когда он возвещал истину Божью, и в его книге написано много раз, называют он Бога, Господь, Бог, Святой. Давайте мы рассмотрим сейчас несколько направлений вот этой отделенности. Прежде всего, Бог отделен от всех материальных вещей. Можете себе это отметить. Он ни с чем его сравнить невозможно. От всего физического, от всего материального. Бог отделен. И можно другими словами сказать, Бог Святой его не с чем сравнить. Он совершенно как бы вне зависимости от всех материальных вещей. Это его сторона святости. Отделенность от всего материального. От творения. А второе направление его отделенность от того, что есть грех. Бог наш Свят. и написано нет в нем никакой тьмы. Бог наш Свят и нет в нем никакой тьмы. И вот эта отделенность в двух направлениях. С одной стороны, отделенность от творения. И это тоже его святость. И в этом его есть величественность. Когда мы говорим Святой Бог, мы не сразу подразумеваем, что это связано с его каким-то поведением, с какими-то его действиями. А Святой Бог, это значит, что Он ни на кого другого не похож. Он отделен от всего физического, от всего материального, от всего, что есть в творении. Он выше всего этого. И в этом отношении Он свят. И вот эти два направления можно отметить, что Его святость определяется в этих двух направлениях. От творения и от греха. И Его отделенность от творения, можно это назвать таким особой характеристикой. Бог наш обладает величественностью. Он величественный Бог. Это Его характеристика святости. Это составляющая Его святости, что Он имеет величественность. А второе – это нравственность. Это сторона нравственности. То есть, в двух этих направлениях мы рассматриваем Божью святость. С одной стороны, величественность Его, а с другой стороны, Его нравственную сторону. Его отделенность от всего, что есть тьма, от всего, что есть грех, от всего, что есть недоброе. У Бога этого нет, Он совершенно отделен, и Он это требование и направляет к людям. Давайте мы читаем такое место священного Писания, послание апостола Петра, первое послание, первая глава. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы, ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. По примеру призвавшего вас святого, то есть прежде всего указывается, что Бог, Он святой Бог, Сын Божий тоже святой, в Нем нет никакой тьмы, в Нем не было никакого греха, Он не совершил никакого действия. Его поступки, они характеризовались стороной Божьей святости, праведностью, то есть Его поступки сочетались с законом Божьим, с законом, который Бог установил. И Сын Божий, Он ни в чем не согрешил, так и написано, искушен во всем, кроме греха. То есть в Нем этого не было. И Сын Божий, и Бог Отец, Писание говорит, это святость, это святой. И написано, и вы будьте святы, и будьте святы уже в человеческом измерении, во всех поступках ваших, во всех поступках. Потому что написано, будьте святы, потому что Я свят. То есть Бог требует от человека, но прежде всего Он сам такой. Это указывает на его нравственную сторону. И вот то, что Бог отделен от всех материальных вещей, какой ответ ожидает Бог от человека? Что Бог хочет от человека, как бы, услышать? Какое действие Бог ожидает от человека на сторону его святости, когда он отделен от всего материального, от всего, что не соответствует его природе? Есть некий ожидаемый ответ от того, что Бог наш отделен. И этот ответ можно даже проследить в этом выражении пророка Исаии, когда он сказал, горе мне, погиб я. Это был ответ на то, что Исаия увидел самого себя. Но, с другой стороны, Бог хочет, чтобы люди, они почтили такого высокого, такую высокую личность, такое высокое существо, которое напрямую имеет отношение к человеку, потому что Он сотворил человека. И Бог ожидает, чтобы люди увидели в величественности Божьей и поклонились Ему. Можете отметить, кто отмечает, что наш ответ на Божью величественность, то есть на сторону Божьей святости, что Он не похож ни на кого. Бог ожидает, что человек преклонится пред Ним. Он выразит Ему поклонение. И поклонение – это добровольный акт человека, который Богу угодный. Потому что, когда мы поклоняемся Богу, мы даем себе отчет, что мы поклоняемся личности, которой нет выше никого. И мы в этом можем быть уверены, что мы никого другого не обижаем в тот момент, потому что никого другого не существует. Только Он один, который является вечным Творцом, величественным Богом, и который через поклонение может с человеком находить взаимоотношения. Бог может давать чувствование своего присутствия, когда несется Ему поклонение. Но нетребование человека Богу не может человек сказать «Господь, приди ко мне» или «покажи мне себя», как иногда неверующие люди, даже не хочется такие выражения повторять, как иногда мирские люди говорят о том, что пусть бы Бог как-то к ним пришел, тогда я Его как-то признаю. А Бог хочет, чтобы люди уразумели Его святость и на этом основании склонили свои сердца, склонили свои головы и выразили Богу вот то, что является ожиданием от Него. То есть Бог в своей величественности отделен от всего, от всего, что, можно сказать, несоответствующих Его сущности вещей. Он совершенно отделен. И наш ответ на это, наш ответ – это поклонение, поклонение Богу. Это не унижение поклониться такой уникальной личности. И это не унижение поклониться тому, кто нас любит еще. Это не унижение поклониться тому, кто совершенно о нас заботится, потому что, когда мы преклоняемся перед Ним, у нас есть много, что Ему сказать. И вряд ли в чем-то мы можем Его упрекнуть, да? Чтобы отстать на колени и сказать, «Господь, я вот такой хороший, а Ты мне так мало чего-то дал». Мы этого не сможем сказать. Иногда человек в гордости своей так думает, что Бог, может быть, еще как-то мало его вознаградил. Но человек, по-настоящему соприкоснувшись с Богом, он только скажет, «Господи, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь и которые Ты приготовил для любящих Тебя, и которые Ты посылаешь для поклоняющихся Тебе, для служащих Тебе». И как Давид когда-то говорил, «Господи, Господи, это мало еще, так Ты рабу Твоему еще и вдаль сказал. И кто я, чтобы Ты оказал мне такую милость, что Ты возвеличил меня, возвысил меня, да еще вдаль сказал обо мне, что вот как бы не отойдет вот это благословение от дома Давидова». И Давид так превознес Бога, он поклонился Богу, понимая, что это такое. А когда он терял это общение с Богом, то как он его искал и говорил, «Господи, Господи, не удаляйся от меня, Божия, Духа Твоего Святого, не отними от меня». Он этого переживал и боялся, потому что только в поклонении мы можем приблизиться к Богу. И подобно как Исаия, он преклонился, и Бог явил ему свое присутствие. И когда мы и в собрании, вот сегодня в начале служения, мы с вами пели псалмы, мы восхваляли Бога, мы преклонялись перед Ним. Ответил он нам или нет? Ответил. Ответил. Наше сердце сокрушалось, наше сердце наполнялось Его любовью. Он святой Бог, но с величественности своей святости Он пришел к нам и явил свое присутствие. Слава Богу нашему! И так написано, Бог живет среди словословий Израиля. И Бог ожидает от человека ответ на Его святость, поклонение. Это гарантия гармонии общения Бога с человеками. И нужно понимать, что когда мы говорим Господь, когда мы говорим Бог, мы говорим о величественном Боге, который не похож ни на кого и который недоступен для человека по Его только желанию, но в то же время человек может быть близок к Богу по Божьему ответу на Его поклонение. И когда мы еще и поклоняемся Богу в чистоте, поклоняемся Богу в духе и истине, когда мы поклоняемся Богу так, как Он хочет, тогда Бог являет свое присутствие. Помните, в Ветхом Завете было сказано, как священник мог принести вот в это святое, где он ежедневно входил. И в этом месте, вот этой скинии, два отделения было. Одно отделение называлось Святое Святых, и там был ковчег Завета, и в ковчеге вот эти священные предметы, и там пред крышкой ковчега эти херувимы осеняющие, как вылитые из золота. И там было пребывание Бога всегда. Но скрыто было это все завесою. Бог скрыл себя вот в этом мраке. Это было место, где не было окон, потому что там не нужны окна. Там есть сияние славы Бога. Но человека Бог отделил не потому, что не хочет иметь общение с человеком, а Бог защитил человека от своего присутствия, чтобы не поразить его. Но священники входили в это первое отделение Святое. Это то Святое Святых, там Бог пребывал. А первое отделение Святое тоже никак иначе называлось Святое. Там нет ничего, что говорило о нечистоте. Все, что было в этом первом отделении, там стол, хлебы предложения, там жертвенник золотой, на котором священники приносили определенного состава траву и воскуряли вот этих из четырех трав поровну составленный курительный состав, измельченный из высушенных трав определенного рода. И вносил туда и посыпал на угли, взятые от жертвенника. Почитание жертвы, но все, что было там, это все говорило о святости Божьей. И это служение происходило в присутствии завеса, и там Бог. И его влияние было на священников. Священник входил туда в страхе и трепете и знал, что он должен принести тот, что Богу угодно. Он совершал все сожжения во дворе скинии утро и ежевечернее. И от жертвенника уголь, который был там, на этом золотом жертвеннике, а также светильник горящий, который он зажигал и приготовлял на следующий день. И этот свет славы Божьей там сиял. И там все говорило о святости Божьей. И священники входили туда и выходили и переносили вот это в народ, что среди нас живой Бог. Слава Богу нашему! И сегодня мы точно так же должны определять для себя, что мы поклоняемся Богу так, как Он хочет в духе и истине. Мы поем псалмы, мы славословия приносим Ему, мы поем Ему гимны христианские, мы молимся, мы поклоняемся Ему. И вот это благоухание приятное принимает небо, и Бог обязательно отвечает нам своим присутствием. «Слава Ему!» И Он с нами, Святой Бог, с людьми, которые в недостатках, но мы освящаемся Его присутствием, Он милость нам оказывает, потому что мы помним и жертву Его, мы почитаем жертву Иисуса Христа, и мы этой жертвой живы. «Слава Ему!» И второе направление, чтобы нам уложиться, если можно сказать, я уже чуть сказал об этих вот портреты Божьей величественности. Это и сама Скиния, и Висайе в шестой главе как раз указана, вот эта величественность Бога. Если бы открылись наши глаза, и мы это увидели, то у нас была бы не иначе реакция, как у Исаии, но мы это видим, как бы, может быть, в меньшем масштабе, но все-таки мы это имеем, слава Богу, потому что Дух Божий, Он пребывает среди Божьего народа, и более того, Он в нашем сердце пребывает, и Господь являет Себя каждому отдельному человеку. Вот эти портреты Божьего величия. И Зекииля тоже самое. Пророк видел величие Господа. В Откровении 4 глава показано вот этот сидящий на престоле величие Бога. Это все его святость как величественность. Ну, само Божье имя, это мы, это как-то целый даже курс такой есть о Божьих именах, и одно из Божьих имен, Эл Элеон, это как бы прилагательное такой превосходной степени, подниматься, то есть возвышенность Бога показывается в этом. Всевышний Бог, вот этим словом определяется величественность Его. Бог наш Всевышний. У нас осталась одна минута, но мы должны дойти... Мы переходим на вторую сторону Божьей святости, как Его отделенность от греха. Это называем мы нравственность, Божья нравственность. Бог отделен все то, что мы можем назвать одной характеристикой тьма. В нем нет никакой тьмы, он совершенно отделен. Не возвратилось назад. И каков наш ответ на Божью святость в отношении Его нравственности? Какой ожидает Бог ответ? Что сделал Исаия, когда он соприкоснулся вот с этой святостью Бога и сравнил себя с Богом? Что в него выразилось? Он сказал о себе «Я человек с нечистыми устами». Он выразил покаяние. И вот в соприкосновении с Божьей святостью в отношении Его нравственности Бог ожидает от человека покаяния. И это Божье требование. И это единственное условие, при котором и приходит милость, и приходит прощение, и приходит сглаживание вины, приходит успокоение сердца через покаяние. Это не автоматически приходит. Человек, Бог хочет, чтобы человек совершил свой шаг. И от человека, что это великое? Это иногда кажется таким страшным и трудным. И когда Бог побуждает человека к покаянию, иногда идет такая борьба, что сердце уже здесь, а ноги как будто привязаны, как будто сам дьявол привязывает. И иногда человеку кажется, что весь позор его вынесен будет на весь мир. Так сатана масштабирует вопрос покаяния. И человека держит. Куда ты идешь? Все будут видеть, что ты нехороший. А Бог в покаянии вот этого только и ждет от нас. Не ждет от нас каких-то величественных дел, не ждет от нас каких-то подвигов, а он ждет, чтобы ты всю свою грязь, все свое ничтожество, все свои пороки ты просто вынес наружу и сказал, вот я какой, Господи! Но не хочу быть таким. Я не хочу быть таким. Я хочу быть другим. Я хочу быть свободным. И человек выносит это в покаянии со слезами, плача пред Богом. И Божья рука простирается. И человеку дается милость. Человеку дается прощение. Потому вот ожидаемый ответ, ответ, который Бог ожидает от человека в проявлении вот этой святости, это его покаяние. Это Бог людям говорит. И не только говорит. В Деянии апостолов мы можем читать, и это, наверное, будет последний стих, чтобы мы закончили, и мы с вами совершим еще молитву. Это 17 глава. 17 глава Деяния апостолов, где сказано, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Почему Бог предлагает людям покаяться? Потому что только через покаяние может прийти милость. Потому что Бог не просто прощает грехи. Он хочет завязать отношения с человеком. А отношения могут быть только на позиции Божьей святости. И Бог хочет продолжить общение с человеком. Потому надо, чтобы человек был уже не грешником, а чтобы человек стал святым, как Бог святой. Потому покаяние – это предусматривает, что это будет твое распрощание с грехом. Это не констатация того, кто ты есть и кем ты будешь завтра, а это остановка и твое желание, «Господи, не хочу быть таким, но еще сам не могу, но каюсь, признаюсь, Боже, я таков перед Тобою». И Бог прощает и освобождает. Слава Ему! И потом уже дело имеет с человеком, которому Он дарует свою святость, прощая, снимая грех, омывая своей крови. И Духом Крестя Он освящает нас окончательно. И мы становимся уже не просто люди творения Божьего, но мы становимся Его дети, рожденные от Него через жертву Иисуса Христа и святые по званию. И Священное Писание не иначе называет церковь, как святые участники в небесном звании, как святые, находящиеся в Ефесе, как святые, находящиеся в Колоссах, как святые, находящиеся в Вильнюсе, святые участники небесного звания. Слава Богу нашему! И мы с вами таковы, потому что нас осветил Бог. И мы ответили на стороны Его святости, как величественности, поклонением нашим, и все время отвечаем этим поклонением. И мы ответили на Божью святость, которую Он показал нам в нравственности, когда к нам пришло это внутреннее осуждение, когда грех высветился, и мы сравнили себя с святостью Божьей, и мы упали на колени, и в покаянии получили от Него милость. И сейчас отвечаем так же, если в чем-то согрешаем. Мы снова в покаянии к Нему идем, и Он милует нас и прощает. Вот это сторона Божьей святости. Слава Богу нашему! Я не рассмотрел еще вопрос в том, что святость Божия имеет еще одну сторону справедливости. Это для того, чтобы люди, которые не ответят Богу поклонением и покаянием, они дождутся, что Бог проявит свою справедливость, потому что Он личность. И грех, Он оскорбляет Бога. Грех – это бунт против Бога. И Бог по Своей справедливости, Он гнев свой направит на того, кто идет против Него. Справедливый свой гнев, потому что Он личность. И грех Бога оскорбляет, и грех нарушает Его порядок. А Он хозяин. И Он придет и наведет порядок. Потому что, как хозяин в дом приходит, и прежде всего наводит порядок. И Бог по справедливости, святой Бог, Он наведет порядок в человеческом роде, и всякое беззаконие будет уничтожено, всякое беззаконие будет приведено к суду, всякое беззаконие будет караемо. И караемо с позиции вечного Бога в вечном наказании – озере Огненном. Но этого можно избежать, если мы преклонимся пред Ним, признаем Его святость, и в покаянии будем жить перед Его лицем, чтобы нам с Ним соединиться и быть с Ним вечно. И сейчас мы поклонимся святому Богу, как святые Его люди в молитве нашей. Аминь.